Дорогие друзья, мы увидим сейчас как раз на слайды разрушенного храма и монастыря Святой Фёкловой Маолюли, освобожденного совместными действиями Сирийской и Осийской армии союзников. Чем оно интересно? Вы обратите внимание, дома построены, фундамент, сухая штукатурка, тысячелетие. Вот изувеченные иконы в храме, которые восстанавливаются. Надеемся, что к Пасхе вместо осийского паломничества храма Святой Фёкловой Маолюли будет действовать, начнется служба. Вот видите, да, вот это примеры, так называемого, деятельности, так называемые, умеренные позиции. Глядя на эти иконы, я вспоминаю слова, сказанные в 20 веке директора музея Лувра о том, что у каждого из нас две родины. Это Сирия и наша вторая родина. В данном случае, он имел Францию. Очень характерно, что Франция вызвала максимальное количество сокровищ, прежде всего, горитских надписей из Сирии. А теперь, как мы видим, довольно равнодушно, как отмечают представители всех традиционных конфессий, руководители Сирии, безразлично или часто преступно потакает вместе со многими старыми света и нового света действиям радикалов и террористов. Я хотел бы сказать, чем интересна наша миссия. Она начиналась пять лет назад, шесть лет назад уже, с инициативы, которую мы провели, вот мы втроем, с Дмитрием Савлиным и с Александром Ющенко, создав в Думе межфракционную группу защиты христианских ценностей. Она объединяет представителей всех фракций, и основная ее задача максимально гармонизировать законодательность, исходя из интересов и наших традиционных ценностей. Эта инициатива нашла огромный интерес на Ближнем Востоке, и она, на мой взгляд, оказалась достаточно продуктивной. Непосредственно перед нашим визитом группа была воссоздана в новом созыве Государственной Думы, и мы с Дмитрием Вадимовичем и Александром Юрьевичем по-прежнему ее ведем, собираемся. Это встреча с Патриархом, которым наша делегация провела в Дамаске. Дорогие друзья, чтобы понятно был объем трагедии, на Ближнем Востоке 100 лет назад христиан было треть, сейчас по разноценкам 5-6%, в Сирии из 11% меньше трех. Массовый отъезд христиан, носителей знаний, при высокой квалификации, врачей, учителей и строителей, не может не привести к трагичным последствиям для экономики и состояния медицины, здравоохранения в этой стране. Для нас это принципиально важный момент, и я хотел бы сказать, что в ходе встречи с президентом Асадом мы поблагодарили его за особое внимание к нужным христианского меньшинства, прежде всего, православных ортодоксов, и поблагодарили за усилия, направленные на защиту христиан, прежде всего, в долине Вадан-Наср, где расположены основные христианские деревни, куда, собственно, стремятся многие беженцы, христианские беженцы, внутренние беженцы. И второй момент мне хотелось бы отметить, в ходе встречи с Мишелем Ауном, президентом, единственным президентом христианином на Ближнем Востоке, он сказал, что драма, которую переживает Ближний Восток и Ливан, а в Ливане тоже с 53 до 30 скатилось процентов количества христианского населения, это следствие терроризма, который был поддержан, конечно, на Западе, и который представляет теперь глобальную угрозу, в том числе для Европы, это следствие экономического кризиса и санкции для Сирии, и следствие неудихающего конфликта на юге Ливана. Нам вопрос о том, каким он видит пути, я хотел бы просто сказать одну фразу, на этом закончить. На мой взгляд, мы не можем с ним согласиться в том, что мы с Мишелем Ауном встречаемся, о том, что даже в случае открытого разгрома так называемого исламского государства и фронта Нусра, тем не менее терроризм имеет высокие возможности перейти в латентную форму, законсервировав многие свои ячейки, в том числе и в Европе, и на десятилетия представлять серьезную угрозу для всей цивилизации. В этой связи он почерпнул то, о чем мы говорили в ходе предшествующих визитов с руководством Сирии, о том, что необходимо, по мнению руководства Ливана и Сирии, резкое усиление координации специальных служб по борьбе с терроризмом. Это именно то, чего нам не хватает в отношении с нашими партнерами на Западе, о чем говорит Россия, и что все все игнорируют Великобритания и многие страны Евросоюза. На мой взгляд, важно сейчас воспользоваться этой ситуацией и совместно отреагировать на достаточно ясное и внятное послание лидеров стран Ближнего Востока. На мой взгляд, наша миссионерская поездка и паломничество в храм Стофиопа Малюли в Сиднай, встреча с лидерами традиционной конфессии, с Патриархом, с Верховным Муфтием, позволила нам отработать основные вопросы политического сотрудничества социализации защиты уникального межконфессионального мира, который во многом схож, кстати, с миром, который выстрелила Россия за свое тысячелетие. Этот мир является источником силы, а не слабости наших народов, источником, на мой взгляд, благополучия, процветания и экономического развития. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин